Вот это дело. Увы, в Метерсе нет мастера-алхимика, чтобы привлечь его на нашу сторону. Однако есть одна книга, древняя книга. Она хранится под замком Великой Библиотеки Краунхольда. Возможно, в ней сокрыты искомы нами тайны. Поговори с Вин Ашман. В былые и беззаботные времена она была куратором их коллекции редких книг. Ну, нажмите, господи, боже ты, вот эта анимация, пипец. Это будет последним моим заданием, обещаю. Прежде чем оставить этот мир, Эрати передали, пересекнушим судьбе, магическое устройство. Ни камень оно передавалось из поколения в поколение, пока не наконец не перешло ко мне. И теперь от меня оно переходит к тебе. Эротийский Нексус, он укажет тебе будь к доспеху. Я, кажется, знаю, где он. Ой-ой-ой. Продолжение следует... Тут такое еще, да? Вот. Поэтому давайте улучшить алтарь. Да. Ну, давайте его улучшим. Вот. И я так понимаю, что мы можем камни делать будем. Могущество глаза Сайнака позволяет вам создавать и вставлять самоцветы хаоса в любом алтаре создания камней. Эти самоцветы обладают различными полезными эффектами. Например, могут повышать урон хаоса. Так. Ну-ка, давай. А, во, смотри-ка. Ой, тут... Вероятность крит-удара и 7 урона хаоса. Ну так-то, говно. Ну, кстати, только блестящий. 15. Ну да, короче, говно. Тут все равно вставлять его некуда, потому... Хе-хе. Наплевать. Так, ладно, все, пойдем. Интересно, с банками что будет? Ну, в принципе, сейчас у нас уже и так топовый персонаж, вот, оружие хаоса, там, мертвого припарка. Интересно, плохо, что с оружием, вот, чтобы, когда стреляем, у нас, этот, мана тратится, да, и урон от хаоса очень мизерный. Это просто пипец. Смерть Маклиота была трагедией, но его жертва была не напрасна. Теперь, когда мы научились сочетать самоцветы с оружием хаоса, мы впервые сможем перейти в наступление, но только если ты чувствуешь, что к этому готов. Скажу прямо, с таким оружием хаоса, как у тебя сейчас, стало грустно не победить, но это дело поправимо. Парадоксально, на его возможности ограничено воздействием самоцарства хаоса, поэтому тебе нужно отыскать порталы хаоса и закрыть их. Тем не менее, оружие не раскроет весь свой потенциал мгновенно. Для начала тебе придется разобрать или перековать его. Но не беспокойся, оружие хаоса не так, как его сломать. Сколько его не разбирай, от него все равно остается необходима основа. Путешествуй по Малуру, закрывай порталы хаоса, а затем разбирай и перековывай свое оружие. Лишь так у тебя получится оружие хаоса, а достаточной силы, чтобы победить логруса бога хаоса. Но если работа тебе не по плечу, обратись к подмастерю Джоку, ему... Так, нравится. Разумеется, шанс сделать это идеально выше, если делаешь все сам, но раз уж неохота спину гнуть, дело твое. Итак, что скажешь, опробуешь свои силы против королевской гвардии или уже... Или уже... Они уже засидели без сбоя. Подожди, а че нас туда показывают и че такое? Подолей твари хаоса. Они типа сейчас вылезут что ли? А-а. Ну, по сути, по сути... Ой, какие-то... По сути, здесь у нас изи. То есть, вот я прыгаю, кастую вот эту штуку, и она просто их валит. И все. Это работает, потому что я... Там написано, при использовании заклинания. А заклинание у нас, когда на пробел кликаешь, он порталится и задевает, урон наносит. То есть, соответственно, у нас включается вот эта штука. Это с этим тоже работает. И оружие, в принципе, это и не нужно. Главное, уворачиваться. И все, и нормас. Ну-ка. Хорошо, на судьбе ты меня удивляешь. Раз за разом я посылаю тебя на задание для любого другого, казавшимся самоубийственным, но ты возвращаешься с них без единой царапины. Не скажу, что я впечатлена. Нет, именно что удивлена. Удивлена тем, зачем господину гному понадобилось создавать себе именно такую услугу. Откуда ты так много обо мне знаешь? Полагаю, ты уже осознал, что вашим миром и нашим жизнью мы управляют отнюдь не мы сами, но могущественные фигуры, стремящиеся навязать нам свою волю. Да, я присутствовал при твоем возрождении, и вместе с Агартом, по-твоему, Хьюз создал бы свое безумное устройство в одиночку? Вспомни, кто здесь знаменитый кузнец, лишенный судьбы? Я. Я смотрела на твое безжизненное тело, и мне стало тебя жаль. Ты права, меня осознали с конкретной целью. Чем скорее ты поймешь, примешь этот факт, ты скорее обретешь свободу. Телугрус играет на страхах, что нас подчиняет себе кто-то другой, но ведь смертные и без того непрестанно ищут, чему бы подчинить свою жизнь. Ой-ой-ой, твои цели жизни дали тебе другие, а потому она зачастую может оказаться скорее проклятием, чем благословение, скорее оковами, чем крыльями. Но все это изменится, вот увидишь. Так, я владею, я владею, давай, так, я владею своей судьбой. Как может выглядеть, может выглядеть что-либо тот, кто сам исполняет указания других? Ой, ты сейчас по-прежнему следуешь моим указаниям, ищешь у меня ответы. Потому что игра меня ограничивает, я бы нас послал бы вас всех. Но твое время придет, я прочла это в сплетении нити, видела, собственно, печальном конце. Давай уже займемся делом. Ты прав, я не ученый. С какой, кстати, меня слушать мои бредни? У нас есть более важные дела. Наше оружие готово принять в себя магию хаоса, но для наших тел его прикосновение по-прежнему губительно. Чтобы научиться контролировать его силу, защищаться от нее, ты должен научиться варить зелье хаоса. Во! Вот это дело. Увы, в Метерсе нет мастера-алхимика, чтобы привлечь его на нашу сторону. Однако есть одна книга, древняя книга. Она хранится под замком Великой Библиотеки Краунхольда. Возможно, в ней сокрыты искомы нами тайны. Поговори с Вин Ашман. В былые и беззаботные времена она была куратором их коллекции редких книг. Угу. Поджи, я вам... А, а... Ну все, пойдем. Потом, портал я планирую как сделать? Порталы вот эти все закрыть в одной серии, ускоряясь, например. То есть парочку мы пройдем, не ускоряясь, да, закроем. А остальные, потому что их тут очень много, вот. И мне кажется, что они разнообразием не блещут. Вот, поэтому я думаю, что... Чтобы не тратить время, отдельную серию под это выделить. Вот, и... Ну, и сразу все сделать. Вот. Не этот самый... Не разбавляй его. Ну, посмотрим, не знаю. Тут пока только мысли. Мне кажется, они все одинаковые, поэтому... Е-е-е-е. Ну, подожди и ты. Что, их забыл? Как же хорошо, а? Ты их завалил. Так, нам надо обязательно к доктору еще зайти. Так, своих лоботряс, похоже, только это падает, да? Так. Нам надо к лекарю зайти снять это срано проклятие. Блин, задрало. Блин, ну, подожди, а я... А, так это нам не сюда, нам в библиотеку надо-то. Блин, а я что-то... Ну, ладно, кстати говоря, тут рядом с библиотекой, не совсем, конечно, рядом. Там внизу есть лекарь. Мы сейчас сразу к нему зайдем тогда. Здесь у нас где-то... Вот здесь вот. Вот. Так, как нему пройти? А, все прямо и направо, да? Ну, вот, и у нас сейчас реген маны просто дико-дико порезан. Вот, и... Надо было его восстановить, потому что мы пуляемся этой штукой. И маны отбираться просто невероятное количество. Так, это я так понимаю, сюда. Так, ну-ка, давай. Да-да-да-да, лечение. Ой, а, ну, в принципе, ладно. Так, отлично. Теперь надо посмотреть, как у нас... Ой, смотрите, как маны восстанавливаются. Я хоть смогу выйти тут нормально, блин? Ну, пипец. Фига, видали манов восстанавливаться вообще мгновенно? Вот это кайф. Вот теперь можно стрелять. Это, наверное, не... Хотя, не знаю, здесь бой, не бой. Разница-то есть. Ну-ка. Когда стреляю, она не восстанавливается. Сейчас бой. Оп. Ну, и так. Кстати, там что-то быстро восстанавливается. А тут что-то нифига. Ну, ладно. Хотя бы так, хотя бы так. Так. Все, побежали тогда туда. Я так понимаю, сейчас нам в библиотеке как раз-таки в ту часть нам надо пройти, которая закрыта будет, да? Вот он. Банки мне... Банки мне полно. Хорошо. Не знаю, правда, там сразу может... А, подожди. Тут что-то, подожди, подожди. Тут что-то куда-то сюда надо. Чуть-то я не нашел. А я все думал, а придешь ты ко мне или нет. Тератино шептали мне о твоем приближении. Я знаю, кто ты. Хорошо. Хороша была бы я ученый, не распозная лишенного судьбы. Но я сохраню твою тайну. О, боже ты мой. Великая библиотека. Последние полвека я имела честь быть куратором нашего собрания книг, служения, которые до меня нес мой отец, а до него его мать. Таких книг не найдешь больше ни в одной библиотеке Амалура. Многие из них ровесники нашему городу. Винш Ашман. И я все детство провела за отцовским столом с книгой в руке, не отрываясь от истории Матушки и Глассы. Именно она, наша великая прародительница, вдохновила меня заняться историей моего народа, нашего бегства на Западе. Краунхольд. Почти три тысячи лет мы правили этими горами, меняя очертания утесов и ущелья своей фантазии и волей. Три тысячи лет перечеркнуты одним единственным кровопролитным годом. О, как содрогнулись бы наши предки, узнав, что за сокровищем мы им предали в руки-то Логруса. Логрус. Он гнев на предположенность всего, что дорогомитарийцам он ищет лишь одного крушить и разрушать. И воплотившись здесь, он оказался еще более жестоким, чем я его себе представляла. Эрати. Ангелы порядка занимают в нашей культуре особое место, а на протяжении всей нашей долгой истории они незримо присутствовали рядом с нами. За все это время существования этого мира лишь один народ удостоверился получить божественное наставление Митару. Наш! Мне нужна редкая книга по алхимии. А я почему не удивлена? Тебя ведь Скальд Атлас послала, верно? Я знала, что этот день придет. Из всех сокровищ библиотеки Кроунхольда ее больше всего интересует книга Синтеза. Она уже много раз пыталась приобрести ее, и раз, когда мы выпили лишнего, даже уговорила меня сыграть в нее на кости. В кости. Вот только она не учла, что другого такого игрока в кости, как я, еще надо поискать. Послушай, что я тебе скажу. Книга Синтеза надежно охраняется, против предопределенных тебе не выстоять. Да и обсе будут вынесу уже давно. Ее держат в хранилище запретных книг. Больше я сказать не могу. В такие дела ввязываться себе дороже. Что вы знаете о книге Синтеза? Один из наших бесценных подлинников свиток какого-то там периода, записанный рать и последствия дополнил мудрящими изметрийцами. В нем содержится древнее из известных нам описаний исследование магии хаоса самой запретной сфере знания. Я готов, это буду. Уверен, что это не все, чем вы можете мне помочь. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас обоих убили? Вам не причитят вреда, обещаю. Не надо мне твоих обещаний. Они обещали мне, что не причинят вреда моей Габриэлии, но они обманули меня. И теперь у меня дыра в сердце. Помогите мне, я помогу вам. Если ты это серьезно, если ты и правда хочешь мне помочь, возможно, я могу кое-что для тебя сделать. В библиотеку есть другой путь, проход, ведущий из городской тюрьмы еще со старых времен. Я отдам тебе ключ от двери, закрывающий этот проход, но ты должен будешь сделать кое-что для меня. Вот, это хорошо. Когда приберешься в библиотеку, поищи мою супругу. Чего? Габриэлу. Ее арестовали вместе с остальными придворными короля Рейнера. Что с ней стало, никто не знает, но мы продолжаем молиться и надеяться на лучшее. Господи, и тут эти... Пожалуйста, если ты возьмешь этот ключ, значит, ты дала мне слово. А, здесь, наверное... Здесь часто путают местоимения, блин, в переводе. Поэтому, может, не все так нужно. Может, там мужик Габриэл. Ну, хотя я что-то сомневаюсь. Ой, блин, ну ладно, пошли спасать этих... Габриэлов. Ладно, пес с ним. Так. Интересно, там надо было в инвиз уходить или нет? Вот это вот. Самое главное. Самый главный вопрос. А, тут вообще тюрьма, да? Так, нам сюда. Тут нас эти гигантские крысы, нас не интересуют. Да, тут, смотрите-ка, прям. Зашел прям, знаете, в эту тюрьму-то, да? И всем наплевать. Как же хорошо. А что это там охранят, сражник? Пустые залы охранят. Так. Ну, мы здесь были уже. А, подожди, да, когда, наверное, вот это... Которая бабища-то там сидела, наверное, от Габриэла-то это и есть, да? В этой коморке-то там непонятной. Вот здесь вот. А, подожди, мы отсюда. Пошли, пошли. Даже нет, ну не здесь. Или где? А, вот здесь, аристократка. Так, по идее, она нам сразу с именем была. По идее, она была бы сразу с именем. И стоят, смотрят, блин, в другую. Не, кажется, это она. По идее, сразу бы ими написали. Ладно, пёс с ним. Пёс с ней. Так, нам надо... Пещерный Баншиен. Ладно, пойдём, завалим меня. Не упендрился. С прошлого раза тут меня. Привет, такой пролетел. С крысами. Ну, крысах одно мясо только по этому толку. Пёс дальше не будет, отлично. Так. Ага. И вот здесь, наверное, уже надо... Обалдеть. Первый повешенный скелет в игре вижу вообще. Ни разу не видал ещё. Ну, вообще, даже... Ну, хоть сидячих, но повешенных точно не видел. Есть. Ничего крутого тут. Ничего нету. Сейчас бы ко... А, там хакер. Костёр развели в этом... Слушайте, там трупы какие-то. Труп короля Рейнара? Вот это я зашёл неплохо. Фига себе. Так, какие-то там записки. Четыре полки, четыре замка. Или замка? Замка, наверное. Сомневаюсь, что выйду отсюда живым. Я должен примириться с Митаром. Моей жизни приходит конец. Но я всё ещё могу помочь тем, кто будет искать нас. Внимай, той, тот или та, кто найдёт мои бренные останки. Теллогрос страшится о книге синтеза. Поэтому её усиленно охраняют и держат за надёжным защищённым механизмом четырьмя магическими замками. Я думаю, что близок к разгадке кода. Хотя, наверное, не могу довести эту работу до конца. Чтобы отключить механизм, необходимо ввести четыре цифры. Полагаю, не спрятано на ближайших полках. Изучив книги, я понял, что некоторые из них принесли сюда из других коллекций. Это тома, на которых нанесён жёлтый треугольник. Символ великого мыслителя Максима Мастерина. Максим был любителем головоломок и узоров. Так что неудивительно, что я обнаружил четыре полки, заполненные его книгами с жёлтым клеймом. Четыре полки, четыре замка. Это не может быть совпадением. Ищи книги с символом Максима Мастерина, и ты узнаешь код. Читающий эту записку, молю, прислушивайся к моим словам. Добудь книгу синтеза и воспользуйся ей, чтобы освободить мой народ. Короче, какой-то символ. И на пол... Ну, там, наверное, одна будет. Не знаю, мне кажется, нам там всё покажут. Подожди, а тут стражников нет. Ну, тут стражников будут ходить. Так, символ. И книга, да? Так, у нас вот здесь вот интересно. Ага. Каким-то другим. Я так понимаю, нам вместе откроются. Но стражникам, я так понимаю, насрать тут, да? Смотри, чтобы не было неприятностей. Отлично. Так, ладно. Всё, я наплевать. Получается, так. Каким-то жёлтым треугольником. Вот они, да? Но ничего не могу с ним сделать, ребят. Ничего. Видимо, это не они, да? Так, тут вроде ничего нет. Ни черта. Я так понимаю, может быть, надо покликать тут сначала по ним. О, книжная полка. Так. Золотые монеты, компедиум. Заметки от Амура Прайса. Это мы всё читали, вот это нет. Заметки от Амура Прайса. Так, давай почитаем. Заметки от Амура Прайса. От Рума. Эсперименты по проникновению в царство хаоса проведены и задгументированы Атарумом Прайсом, визирем главы Ордена Пепла в Толиндре. Его светлость настаивает, что мы должны преодолеть завесу, пользуясь одной лишь силой воли. Самому ему таковой, разумеется, не занимать, однако предположение... А, предположение всё равно представляется мне проблематичным. Магические разрывы между этим и интересующим нас миром напоминают все прочие, которые мы наблюдали прежде. Те, что вели во владение Рати, названное нами Элизием. И те, что вели в более загадочный мир Эшары. Однако их отличия пугающие отсутствие стабильности. С подобным мы встречаемся впервые, несмотря на мои предостережения, что данные конкретно разрывы могут вести в более опасное царство хаоса. Его светлость продолжает свои эксперименты, как ни в чём не бывало. Свой плащ, которым он планирует защитить себя в ходе эксперимента, он нарёк бездною. Моё беспокойство продолжает вызывать сами методы, при помощи которых его светлость заполучил всё необходимое для занятий сей неприглядной и в высшей степени противозаконной формой магии, малоисследованной дисциплиной, которую дилетанты называют некромантией. Ради снабжения его исходными материалами потребовалось потревожить не одно захоронение и гробницу. Родители взрастили меня в послушании заветам Лирии, и я вознёс ей многие молитвы о прощении и отведении от меня тех кар, которые она, как известно, насылает на несчастных и снискавших её недовольство. Не для того я учился в Орбоканте, чтобы заниматься вскрытием могил и расчленением мёртвых тел, но именно этим приказал мне заниматься его светлость. Результаты первых экспериментов с бездной вселяют надежду, но вместе с тем не позволяют сделать окончательных выводов. Его светлость весьма утомлён потраченными в их ходе усилиями, так что я беспокоюсь за его здоровье и безопасность. Ведь мне, как никому, известно то аномальное положение, в котором мы с ним себя поставили. Открыть портал в собственном теле, использовать собственную жизненную энергию, чтобы держать открытыми врата в магическое измерение, это вам не шутка. Никто прежде не отваживался на подобное, что чудится мне и является одним из основных факторов, толкающих его светлость на все эти опасности. Он надеется, что с помощью своего волшебного плаща сможет усиливать и управлять самой магией хаоса, источник которой планирует раскрыть. Может ли смертный быть одновременно и вратами? Его светлость рассчитывает во что бы то ни стало узнать это. Он хочет использовать бездну, чтобы сдерживать неустойчивую магию хаоса и направить её на собственные цели. Мы уверены, что в этом его ждёт успех. Настолько уверены, насколько не были ещё ни в одном из прежних наших начинаний. Ну, с бездной что-то ни черта непонятно. Типа, мы нашли весь сет, или, подожди, не весь сет, но сколько-то там нашли, короче. Вот, и толку от этой бездны нам ничего. Это, видимо, какая-то другая бездна, да? Так, ну, вроде как всё. То есть, получается, только полка вот эта, и всё. Здесь у нас тоже. Но мне вот интересно. Вот здесь вот, видите, две эти есть, но я с ними никак не могу взаимодействовать. А, подожди, наверное... А, наверное, две полки земли. Или чё это? Это вода. То есть, у нас только две тут, да? Два треугольничка. То есть, значит, получается... Вода два. Вот это воздух. Воздух четыре. О, я какой крутой, я всё догадался. Я какой молодец-то. Четыре или? Да, получается... Вода два. Вода два. Так, воздух четыре. Обязательно ждать. Да чтоб тебя! Так, всё, воздух четыре. Сейчас эти посмотрим. Блин. Так, тут вроде нет, да? Блин, они... В темноте их ни черта не видать. Не надеюсь, подсвечиваются? Во. Тоже четыре. Так, четыре это чё у нас? Земля четыре. Огонь одна. Земля четыре. Огонь одна. Ну, нажмись, господи, боже ты, мол... Вот эта анимация, пипец. Рожь. Книга синтеза. Не шибко-то её и охраняют. Так, давай почитаем, чё там такое. Книга навыков, мне кажется, каких-то. А, хрен тебе лысого. Это просто, типа, это... Ну, квестовое здание, да? Скорее всего, да. Так, получить книгу синтеза. Всё, мы получили. И чё теперь? Выбраться из великой библиотеки. Пора выбираться отсюда через тайный вход, чтобы не привлекать внимание. Она вот это ещё сказала. Узнать-то там чё-то про эту... Про Джулию-то её или как там она? Так, получить... Ага, открыть завидно. Так, ага, переговоры. Так. Ну, фрагмент, фрагмент. Кром-колли, производство на стороне. Чёрт её узнать. Вообще ничего не понятно. Но выйти мы не можем. Только определённый ключ. То есть просто выходим обратно, получается. А, кстати, может, это открылось? Сюда-то тоже как-то ведь можно попасть. Что за фигня? Особым способом. Мне кажется, ключ там. Может, тут какой-то рычаг есть, который я не знаю? Врагам? Насрать. Не, сейчас с этими ни черта не сделать уже. Ладно, плюс. Я не знаю, что-то такое. Ладно, всё. Валим тогда. А, был. Ой-ой-ой. Из ниоткуда поулезали, блин. Так, этого обыскивать даже не буду. Насрать. Кромхольская тюрьма. Ну, это нам туда и надо было. Слушай, а может, он в тюрьме, она сидит-то, это, Мымра-то? Я что-то не посмотрел. Может быть, это тюрьме. Габриэль-то это. Голодрель-то, блин. Электродрель. Может, она, слушайте, её реально в тюрьме на насчет. Посмотрите. Ща позырим. Так. Стражник-стражник. Кузнечный горм. Да. Тут просто с ума сойти. Тут пленников просто невероятное количество. В принципе-то, валим тогда. Давай сейчас туда вот ещё зайду. Посмотрю. Ну, там вроде сражник, да, там ничего нет. Чёрт его знает, где эту голодрель, её-то искать, её-то, блин, бабичка, которая нам подсказала про проход. Но. Курен с ней. Не хочешь, не надо. Так, давай сразу разберёмся. Так, всё равно, посматривать бы. Так, после хаоса у нас, в принципе, можем разбирать мы его, да? У нас этот палка, да. Да, вот мы всегда трость получаем. Сами. Странно, что эту-то, блин, ни задания нет, ни черта. Наверное, из-за того, что мы уже здесь типа были, может быть, из-за этого? Что-то сломалось. Ну ладно, пёс с ней. Мне больно-то и надо. Так. Куда? Куда? А, мы пускали, да? Нанесёмся. Сейчас будем какие-то супер-банки делать. Руа. А кто тут? Ну, Винфрей. Перебрался от костра, что-то. Долго же ты? Что ж, заблудился среди книжных полок? Посмотри, что ты мне принёс. Да это же та самая книга, молодец. Владея книга-синтеза, ты сможешь изготовлять зелья хаоса, разумеется, если найдёшь для них необходимые ингредиенты. Днига-синтеза позволяет вам готовить зелья хаоса в алхимических лабораториях. Для этого требуется эссенция хаоса, которую можно найти в подземельях царства хаоса. Примечание, эссенция хаоса малоизученная и потенциально опасная субстанция, поэтому её нельзя использовать в экспериментах. Можешь воспользоваться моим алхимическим столом, но давай, сделай зелье хаоса. Время пришло решено судьбы, и части складываются в целое. Зелья, говорит, хаоса сделала. А какое именно-то? Если экспериментировать нельзя, получается оно одно какое-то? Просто, типа, защиту добавляют мне или что? Странно, прям. Так, создать. Все новичок на мастере искусные. А, во, реально. Сильное зелье убежище хаоса. Блин, плохо, что здесь не пишется, что это за зелье. Убежище хаоса. Ой, катаклизм. О, прикольный, катаклизм. Что за катаклизм? Пёс его знает. Сколько у меня их? 14, мне всех хватит. Но нам убежище точно надо. Блин, давай сохранимся. Сейчас по одному сделаем всех. А надо... А, для неё судьба ещё нужна. Так, 40 пацанов блока в ближнем бою. Ой, какое говно. Убежище. Понятно, убежище не делаем. Ловкость. Скорости движения. Ну, тоже пойдёт. Сток, шансы уклонения. Чё? Мы вообще по нам не попасть не смогут. О, к урону хаоса. Вот это надо делать. Так, окей. Нам нужна только последняя. Ну, и, кстати, кстати, наверное, у ворот. Потому что у нас мы это... Поле это вонющее, да? Дело, мы у воротом. Я думаю, да, наверное... Катаклизм? Почему? Почему уклонение, катаклизм? Пёс её знает. Никто не знает. Ну, ладно, давайте. Ну, кстати. У нас здесь судьбы уже всё, да. Ладно, вот так вот сделала. Всё. Ну, не шибко тут, не шибко. Сейчас, может быть, терегернуться и, наверное, попробуем этот один... А, нет, всё-таки чё-то сейчас будет. Ну, наверное, сейчас он напрямую нас отправит в этот, в портал. Типа, иди туда. Готово? Покажи, что у тебя получилось. И вы только полюбуйтесь. Загляденье. Беспокойное, как сам хаос. И столь же смертоносное. Попади оно мне не в те руки. Уже догадываешься, что дальше? Мои друзья из королевской гвардии жаждут реванше. Докажи им, что со временем вашего последнего боя ты не оброс с журком. О, боже. Опять шли драться. Ну, банки я на них юзать точно не собираюсь. Ой-ой-ой. А может и собираюсь. Ой, да я не то. Ну, кстати... Кстати, неплохо. Кстати, неплохо. О-о. О-о, да урон вообще пипец. Ну, немножко осталось. Добьем уже так. Ой-ой-ой. Куда ты крепкий, зараза? Да, без хаоса, конечно, урон просто нереальный. Без хаоса урон, конечно, бешеный. Ты выполнил мои просьбы, и будь на твоем месте кто-нибудь другой, я уже даже не посмел бы просить тебя о чем-то большем. Но ты единственный, кто может довести дело до конца, все остальные могут попытаться, но их почти наверняка ждет поражение. Вот, все, держи на тебе одном, держися по нему ли задумываешься, а самому тебе еще не надоело бегать по этому кругу? Убери, сдобей, сдобычу, стань сильнее, убей, забери добычу, стань сильнее. Быть может именно из этой рутины и от этих самых оков обыденностей хочет освободить нас Телогрус. Ну, что за ересь-то тут? Ответь мне, слышал ли ты историю о присягнувших судьбе? А, я слушаю, что я должен знать. Хорошо, ты понимаешь, как важны истории. Я люблю поболтать, просто. Если мы хотим вернуть мир на круги свои, нам следует уподобиться феям и позволить мудрости того, что было с нами раньше, направлять нас в будущем. Видишь ли, из всех историй есть одна, которая никогда не умирает. История Надежды. Много веков назад, еще до того, как распалась Эратильская империя и Эрати бежали из этого мира, в Амалурии царила эра Великой Гармонии, эра Порядка. Эрати не только жили среди нас, но и обучали наших лучших из воинов, чтобы те сопровождали их. Эти воины бы называли себя присягнувшими судьбе. Господи, что-то чересчур присягнувших много в этом мире. Что такое Эратильская империя? Она была первой настоящей цивилизацией в истории Амалура, обществом, где боги и смертные, Эрати и люди, жили бок о бок. Но все мы знаем о людском таланте все портить, разрушать собственное счастье. Что же случилось с этими великими воинами? Они стали воевать с теми, кто представлял для них наибольшую угрозу самим собой. Но после падения Эратильской империи, человечество скатилось в возрушительные межплеменные распри. Присягнувшие судьбе превратились в наемников, сражающимися с созданиями хаоса только тогда, когда им обещают затощие дровознаграждения. Что это значит присягнувшую судьбе? В их рядах была одна откачих судьбы, Лейна из Мирии, и во время одного из чтений ей открылась правда об их будущем. Все они были связаны над одной судьбой, вместе погибнуть во имя общего дела. Но несмотря на столь мрачное пророчество, герои присягнули следовать этой судьбе и бесстрашно принять свой урок. Они присягнули, что примут достойную смерть ради блага всего Амалура. Быть может, судьба только тогда и вершится, когда мы сами в нее верим. Параном сразиться с Тологрусом. Ты вечно готов сражаться, я назвал бы такое рвение похвальным, но не попадай ты из-за него постоянно в разные истории. О, его дворец в Крамхольде окружен барьером Хаоса. Он настолько сильный, что меньшего смертного просто развалована часть, и тебя же он, возможно, сведет с ума или обратит в прах. Прежде чем даже попытаться сразиться с Тологрусом, ты должен научиться проходить через этот барьер живым. Тебе нужна защита. Доспех, выкованный из одной единственной цели, выдержать силу Буга Хаоса. Вот так, давайте не надо, а. У меня такой хороший доспех, у меня урон довольно нереально. Что за доспех? Его создатели нарекли его надеждой присягнувших. В нем начертаны самые мощные из уруна рати, лоскуты, магии и порядка. Ты хоть бы лицо помыла. Он предназначался для воина, который сражался с Тологрусом один на один. Думаю, что этот воин ты. А где мне его искать? В горах есть поговоротка. Лучшее место, чтобы спрятать дерево это посреди леса. Тологрусу не приходило бы в голову искать доспех в царстве Хаоса. Говорят, что его части разбросаны по всей Ашери, царству магии, но где именно, никто не знает. К счастью, присягнувшие судьбе оставили нам указания, как их отыскать. Я готов. Это будет последним моим заданием, обещаю. Прежде чем оставить этот мир, рати передали присягнувшей судьбе магическое устройство. И теперь от меня оно переходит к тебе. Ратийский Нексус, он укажет тебе будь к доспеху. Я, кажется, знаю, где он. Ой-ой-ой. У нас тут еще прям открылись. Тут у нас вот это был... Подожди. Нет, нет, нет. Где-то... Короче, где-то вот здесь было у нас местечко нет, не здесь. Вот здесь вот где-то. Вот в этой части у нас была там пещера какая-то. Вот, по-моему, она, кстати, вот здесь это и есть, да? А, вот утроба, да, в утробе. Вот как раз, наверное, там это все и есть. Так, получен Нексус и Рати. И что, нам как свистком им пользоваться, интересно, или как? Так, ну-ка давай. Да, сколько книг уже есть просто. О, я понял. Так, свисток. Символ. Подожди, какой свисток и Рати-то? Компас? Калимон. О. Так, компас судьбы? Это не компас. Как там его? Боже ты мой. Корнила. Добыча... Ага. Серьезно? Нексус. Нексус. Рати придет мне из них. Так, Нексус. Так, Нексус. Свисток. Палец тролля. Холодные пальцы отрезаны громадные. Вызвать хаоскульницу. Можно расширить ее возможности. А. Понятно. Это было, оно у нас осталось просто, да? Это мифическое устройство и ради должно показывать место хожжения и недоступность частей доспеха. Оно измечает минимум. Нет, 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 нет. Ничего не можем сделать. Окей, тогда просто получается они на карте отображены, да? Так, погнали сюда, в вертеп. Начнем с него. Там как раз-таки, как раз-таки нам надо бы закрыть эту пещерку сразу, да? Посмотрю, что тут. Пойди, где-то тут. Ага, вот. А ну здесь и есть он, да? Портал хаоса закрыт. Эх, хрена себе! Ну ладно, пошли. Какая-то огромная. А тут, конечно, мама, не горюй. Ну ладно. И ловушки здесь появляются сами по себе, что ли? Это где-то внизу этот. Так, вот этот портал, да? Ох, блин, какой же ты крепкий, а! Ох, кстати. Кстати, кстати, вот так вот и стой. Ух ты! А че ты какой крепкий? А что такое? Извините, пожалуйста. Нифига! А, у него защита же. У него-то льда плоха защита, точно. Мне кажется, он мне как-то броня дико от их. Ой-ой-ой. Этического удара, скрытность, вероятность, уклонение, говно полное. Забираем все. Забираем все говно. Так, ну это понятно. Это главное, да? Пойти не можем. Окей. Какой-то... 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 Бедмедь одинокий. Какой-то у меня... Не такая большая у меня, кстати, это... Че он тут дел-то? Бедняга. Какой-то одинокий медведь тут, блин, пипец. В царстве хаоса. Так, сюда мы не пойдем. Хотя вот сюда надо идти, да? А, ну везде пойдем. Блин, получается, да. Да, вы все четыре найдете. Ну ладно, пошли так. Просто я думал, там отдельные какие-то идти. Закутки. Ой-ой-ой, подожди. А тут еще куда-то и этот... А, вот так, наверное, да? Еще и какие-то подэтажи есть. Ничего себе. Блин, ну с магией, конечно, такое себе. А, ну с этими дрыщами ладно. Все? Господи, кто там еще? Все? Так. А, новосемерочка, наверное, похилиться, да? Кстати, наверное, от лоботряса можно вызвать. Это мы так похилились? О, да. А у нас, наверное, не прокачано, да? Или что? Какой-то смех. Нет, полностью. Вы знаете, 20 здоровья сразу и 70 зарядом. А 10 по завершению. А, то типа еще и надо и держать, видимо. Я понял. Я понял. Блин, так давно этим не пользовался, что забыл даже. Так, что у нас здесь? Вези. Так, у нас... Ступи нас нормально еще пойдет. Так, восьмерка. Давай попробуем зарядиться. О, нифига. Ну, сейчас неплохо восстановил. Только мана бы... Вот это самое. Слишком... Слишком долго этот сама нажимал, блин, пипец. Мана улетела. Так, давай в эту сторону. Надо придется сажать. А, эти дурацкие. А, эти дурацкие. Да, сразу будем закрутить. А-а-а. Мы еще едете-то тут. Работание. Кто-то ладочный зашали. Не мешались. Можно проводить. Неплохо, да? Ой-ой-ой, как неплохо. как же хорошо-то давай добьем мне не встали вот смотреть пока мы подберем ой забыл ну ладно он будет не включаться этот канал реально Хорош Быстрее закрывать Пока не вылезли Блин, вот тут так вот не до фарма уже реально Потому что бесит Вот что надо, они лезут бесконечно И Что их маны Слишком много на них надо тратить Вот пока они там закроются, да вот тут вся шляпа Блин, это конечно пипец Реально здесь вот намного выгоднее Просто побыстрее закрыть Вот и завалить всех Какой-нибудь массового бы, да, урона бы Этого Хаосом, было бы круто Какой-нибудь, прям не знаю Как вот от метеорита, тут что-нибудь типа такого Добавлял, типа урон огнем, да А метеоритом и немножко хаоса Чтобы хоть как-то можно было бы заклинанием валить Пипец Так, тут у нас все Кстати Халафта нет больше Поаккуратнее надо бы Блин, пипец, полез тоже, болван С хп-то хреново Просто я думал, что ловушка когда сработает, она Типа вот эта шипастая Ее надо, видимо, разбирать Она бесконечно будет работать Пец А их просто сюда выманивали и все Ну, по сути, этих лоботряс, может, так завалить Они же не низкар, что-то я Вот и все Вот и все О, боже ты мой Попался Что это? Блин Блин Я даже уже забыл про свою мощь С этими чертовыми Хаоситами, блин Это пипец Ледяной медведь Че он там дела? С этими хаоситами, блин Привык, что там, знаете Этот хаоса Тебя как-то Обрезали Вот как всегда Бывает Вот прокачанного героя Под конец игры Специально надо как-то Ослабить, да И вот этим хаосом Вонючим И у тебя урон был дикий И я стал говно, блин Пипец Зачем прокачивался? О, посмотри Ха-ха Вообще жесть Как же круто было Ух ты А, на фаероль у нас был, да На заморозке У нас только 300, по-моему, было Да, у нас 300 точно было Или 200 А может и 200, да Так, ладно Но непонятно Что такое заморозка Это типа Когда Холод Холодом Типа Обдувать И он заморожен Потому что По-моему, именно Как таковой заморозки Прям типа Как стасис Я что-то не припомню Что было То есть, возможно Это все-таки Какая-то это Замедление просто Типа Действие холода Что-нибудь такое Так Что-то Они тут появились Откуда-то Смотрите А мы сейчас Где выйдем Вообще А мы сверху Это сверху Оказывается Нет Электрический Рудник Хорошее название А мужики Обломушек много Дофига Блин Тут пипец Конечно Сейчас На как-то Аккуратненько А это же пауки Судара Седут А хорошо Что тут Эти Чёртовы Так Так Куда нам надо Нам И куда И куда Надо Два Сейчас Особо ХП Не тратить Ух ты Биран И ман Тоже Погоди Не стоит Собирать Так Эти внизу Да Я так понимаю Нам надо Спрыгивать Отсюда Да О Кстати А мы можем Отсюда Метеоритом Сударной О Можем Ой Ой Ха Хорошо Так Где-то А Это Вот это Кстати Тут Эти Твари Хаоса Уже Вот Эти Твари Хаоса Уже Так Ну Погнали Ой Нет Это Какие-то Обычные Нескороохотники Ну Изи Тогда Изи Так Погнали Вот это Закроем Нет Как-то Можно было Пройти Да То есть Так Сейчас Наро Пробегу Зарядь Все Так Я Задел Так На этом Лоботряс Вот так Быстренько Так Мужки Давайте Давайте Давай подыхаем Так Нам быстрее Закрыть Пока не появились Так Четыре Он показывал Да Перенал Закрыть Но Если Все Такие Будут Портал То Вообще Просто Жесть Будет Конечно Игру Растягивать Просто Невероятно Но Это Мне кажется Какой-то Особенный Да Вот Кстати Не зря Что мы Сюда Не пошли Для начала Что По квесту Хотя Бо Потому что Все Эти Монстр Опять Заново Появились Ладно Но Все Давайте Остальное В следующей серии Продолжим Наверное Там уже И начнем С идеей С порталами Бегать А на этом Все Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Ребятушки И увидимся Уже В следующей серии Всем доброго Друзья Всем самого хорошего И всем пока Субтитры